Всем привет, друзья мои! Речь сегодня пойдет о легендарном воблере Deep X200T от Megabass и его реплики. Реплика от German Deeper 5X. Всем привет, друзья мои! С вами Дивер. И в сегодняшнем видеообзоре я хотел бы вас познакомить с приманками German. У меня сейчас новая приманка от German. Приманка Deeper 5X с заглублением до 5 метров. Приманка плавающая. Это полный аналог приманки, скажем, реплика на приманку от Megabass Deep X200T. Вот она у меня лежит. И сегодня вместе с вами я хотел бы рассмотреть эти приманки поближе. Посмотреть на качество этой реплики, насколько близко сходство реплики и оригинала. Посмотреть на фурнитуру этих приманок. Ну и в целом рассмотреть эту приманку, реплику на Megabass поближе. Почему я стал снимать такие обзоры в макросъемке, крутить их со всех сторон и показывать вам какие-то нюансы приманок? Объясню, друзья мои. Как-то раз, наткнувшись в магазине на определенную приманку, фотографию определенной приманки, я захотел ее приобрести. Но предварительно мне, конечно, хотелось бы ее рассмотреть с разных сторон, фурнитуру, качество покрытия, покрутить эту приманку со всех сторон. У меня это не получилось. И где я не листал в интернете, не смог я, к сожалению, найти тех фотографий, какие меня интересовали. Поближе увидеть колечки, поближе увидеть тройничочки, поближе увидеть лопатку, поближе увидеть качество покрытия. Не смог я это дело рассмотреть. И приманку я эту не купил. Решил отложить до того момента, когда я ее встречу в магазине. Но до сих пор я ее в магазине не встретил. И приманку я до сих пор не купил. Жалею? Жалею. А может быть не жалею, потому что я не знаю, я не встречал эту приманку ни у кого-либо другого. Это приманка, скажем так, с Алиэкспресса. Может быть там вообще какое-то качество не очень. Может быть эта фотография сделана вообще не с того воблера. Я испугался и не взял. Поэтому я решил делать такие обзоры. Макросъемки, крутить приманку со всех сторон, показывать какие-то нюансы определенные на воблере, показывать вам фурнитуру, качество фурнитуры этих приманок, в надежде на то, что это вам пригодится. То есть за вас поближе своими руками, но перед вашими глазами я поворачиваю приманку в макросъемке, показываю ее с разных сторон, пытаясь вам показать качество или недостатки этих приманок. Макросъемки, крутить приманку со всех сторон, чтобы не пропустить в макросъемке, чтобы не пропустить в макросъемке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так что, друзья мои, давайте сравним эти две приманки поближе. Вверху у нас находится родная приманка от Megabass, DIP-X200T. Это у нас лежат... И вот эта приманка. Это DIPPER-5X от German. Полная копия... Этого Megabass'а. Цвет... C217. Вот такой кислотничек замечательный, в матовом исполнении. Сейчас я пробегусь сначала по цветам, потом заострим внимание на какие-то детали этих приманок. Следующий цвет приманки это C209. Желтоватый, зеленый такой цвет, вот с такими красными каплями. Я бы сказал, кровавыми. И вот такое красное пятно. Цвет, думаю, неплохо будет провоцировать хищника из-за этих красных пятен. Эта приманка также матовая. Поверхность имеет шероховатую. Явно выраженные вот такие жаберные крышки. Очень неплохого качества сама лопата. Качественные петли. Следующий цвет приманки это C020. Это натуралочка. Темная спинка, светлые бока и рыжая пузо. Эта приманка сделана в глянцевом исполнении. Приманка сделана довольно-таки качественно. Также имеет шероховатую поверхность. Следующий цвет приманки C007. Полюбившийся уже многим рыбакам, которых я знаю. За комбинацию красной головы и вот такого зеленого с черными полосками цвета. Очень неплохо этот цвет работает по окуню, щуке. И как мы вот недавно поняли, неплохо провоцирует и судака. По щуке это просто бомба. Тоже в глянцевом исполнении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Вполне сносные. Я бы сказал, отличные кольца. В отличие от тех старых приманок Герман, эти кольца просто превосходны. Возможно, я бы даже сказал, что они не хуже оригинальных, стоящих на Мегабасе. Качество, конечно, Мегабас, ну, на уровне. Я бы сказал, получше, чем у Германа. Но и цена 1100-1300 рублей. В отличие от германовской приманки, которая стоит в районе 300 рублей. Качество изготовления самой лопатки мне очень понравилось. Петли очень мощные. С ними проблем никаких не должно быть. Заливка петель довольно-таки качественная. На самом деле, когда мы иногда видим у петельки вот здесь внизу какое-то якобы отверстие, это не показатель того, что воблер в этом месте будет пить воду. Потому что петля заливается изнутри. А здесь это как бы входное отверстие с самой петли. То есть дальше вода не попадает. Но на всякий случай, даже я иногда проклеиваю такие места. Очень мне понравился вот этот цвет. Есть, конечно, какие-то небольшие недочеты в покраске. Но в целом воблер очень качественный. Повторюсь, фурнитура этой приманки очень поражает. Тройники очень очень острые. Эту приманку можно использовать как в заброс, так и при ловле троллинга. Приманка имеет систему дальнего заброса. Приманка плавающая, что позволит обходить всякие препятствия во время кастинговой ловли. Приманка весит 14 грамм при размере 72 миллиметра. Заглубление при троллинге от 3,5 до 7 метров. Рабочий диапазон 3,5-5 метров. Повторюсь, приманка плавающая и имеет систему дальнего заброса. Также приманка шумящая. По сравнению с шумовой камерой, у Megabass камера пошумнее. Бородка у этих тройников сделана наружу. Еще раз вернемся к оригиналу. Вот я то, что вам говорил. И у оригинала есть вот это вот, скажем, отверстие, щелка. Это не говорит о том, что в этом месте приманка будет пить воду. Приманка плавающая, повторюсь, 14 грамм, 72 миллиметра с заглублением до 5 метров. Рабочий диапазон написан правильно. То есть, эту приманку можно проводить и в 3,5 метра, и 4, и 5 метров. И при желании эту приманку можно по течению загнать до 7 метров. Диппер 5Х. Итак, друзья мои, что же можно сказать в целом о этих приманках? Приманки, конечно, по качеству немного уступают оригиналу, но, повторюсь, оригинал стоит в районе 1100-1300 рублей. Приманки же от Герман стоят в районе 300 рублей. Но качество, в принципе, не сильно отличается. Где-то есть, конечно, какие-то небольшие нюансы, которые, я думаю, что многие не заметят. Это вот как под мордочкой есть какой-то небольшой такой, ну, не знаю, потек, какая-то такая ляпа. А так, в целом, приманки покрашены очень достойно. очень качественно. Глаза у этих приманок держатся неплохо. Точнее сказать, у меня ни один глаз у этих приманок еще пока не отвалился. вот родной мегабасик. мегабасик, конечно, конечно, с идеально вылизанным покрытием. но после первых калкастых разбойников это покрытие будет уже не таким красивым. все, друзья мои. Я вам показал реплику от Герман диппер 5x реплика это была на мегабас DIP-X200T. ДИП-X200T. 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 Продолжение следует...